Вот, да, пожалуйста, Евгений Сельс, журналист. Я тоже 20 лет в стране, я хочу отвлечься от конкретных тем, которые важны, и сказать несколько слов на тему сегодняшнего круглого стола, который называется «Израильская реальность, как я ее вижу». Я ее вижу так примерно сейчас, через 20 лет в стране, и через примерно 16 лет активной работы в прессе. Я вижу, что эта реальность процентов на 80 виртуализирована, и только на 20% ее составляют вот те проблемы, о которых вы сегодня говорите. Реальные проблемы, скажем так, хлеб и пот реальной жизни. Остальные 80% это фантомизация в виртуальный мир. Поэтому, в связи с этим, так как я так вижу эту реальность, я хочу сказать несколько слов о СМИ. Тут есть такая тема, она мне близка, но я должен сказать, что проработав в СМИ, в русскоязычных, так много лет, я не знал, не мог оценить реально качество и профессионализм СМИ израильских. Сейчас, в последние несколько лет, мне предоставилась такая возможность, поскольку я работаю в КНЕСТе с депутатом. И я могу вам сказать, что это одна из самых серьезных проблем в израильской реальности. Это средства массовой информации на иврите. Про средства русскоязычные я не говорю, потому что они в основном калькируют то, что пишут на иврите, иногда не задумываясь, о чем там пишут. Я столкнулся с такими вещами, например, то есть, ну, насчет тенденциозности крупнейших израильских газет, их политической ангажированности и направленности, я даже не буду говорить. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, но я столкнулся с проблемой другой, с проблемой низкого профессионального уровня самых известных и самых серьезных журналистов. Я столкнулся с такой проблемой, что они не могут справиться с обилием материала. Депутат, с которым я работаю, это Юлия Шамалов-Беркович, значит, бывает, дает пространное интервью, бывает, пытается объяснить журналисту, причем серьезному, я не буду называть имен, серьезный журналист, имя которого известно, пытается объяснить как бы проблему до самых корней, дает очень много материалов, в том числе и материалу к размышлению, и статистического материала и так далее. В итоге выходит статья, ну, просто статья, за которую бы я такого человека не принял в университет на филологический или журналистский факультет, потому что он просто не справился с обилием материала. То, что у него существует сверхзадача представить именно так депутата, а не так, как депутат хочет или политик, неважно какой, это дело десятое, просто так ему легче. Газеты израильские превратились в супермаркеты, где продают только ходовой товар. От этого, поэтому здесь звучат вот за этим круглым столом, например, слова о том, что преступность в Израиле и так далее. Да какая в Израиле преступность? Это фантом. В Израиле по уровню преступности Израиль далеко-далеко в конце среди развитых стран мира. Поэтому в Израиле публикуются, например, каждый день публикуются материалы о насилии в семье. Вы знаете, среди 27 самых развитых стран мира Израиль находится на 26 месте по уровню насилия в семье. То есть на одном из самых последних. У нас же, мы же, читая эти газеты, и русские газеты, они, конечно, перепечатывают это все, считаем, что у нас ужас, что творится. Это фантом. Фантом и то, что у нас существует проблема с безопасностью. Это фантом. У нас есть проблемы, безусловно, но проблема как раз в другом. И то, что комиссия Трактенберга порекомендовала урезать бюджет на безопасность, это совершенно правильно. Потому что, простите, армия, она у нас слишком жирно живет и давно слишком жирно живет, а газеты поддерживают и подогревают эту жирную жизнь. Они плодят фантомы, в плену которых мы находимся все. И это одна из проблем сегодняшней израильской реальности. Спасибо.